Глава 17. Сердце, укрепленное духовным ростом. Возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Второе письмо Петра 3 стих 18. Я уверен, вы заметили, что книга притчей доставляет мне удовольствие. Я люблю освежающую мудрость Бога, и я люблю портрет женщины в конце книги, женщины из притч 31, стихи 10-31. Всякий раз, когда я читаю эти стихи, эта прекрасная женщина напоминает мне часы. Со стороны мы видим, как двигаются его руки. Мы являемся свидетелями всей деятельности этих 22 стихов. Она занята, потому что выполняет задачи, которые Бог дал ей, как жене, матери и домохозяйке. Но есть что-то и внутри, что-то очень глубокое в его сердце, что заставляет вас двигаться, что стимулирует вас и дает энергию для ваших усилий и мотивацию для вашей деятельности. Нам с вами нужно то внутреннее, что-то данное Богом, чтобы иметь возможность быть энергичными в наших действиях, как женщины по Божьему сердцу, женаты мы или нет, матери мы или нет, в наших сердцах должен быть мотиватор, иначе иначе мы не станем женщинами по сердцу Божию. Если внутри ничего нет, без Духа Божьего там, мы не можем продолжать. Мы не сможем найти в себе силы верно исполнить Слово Божие и Его волю. Мы не сможем закончить путь, который начали. Что-то же, по Его благодати я узнал, что именно то, что поддерживает нас свежими, стимулирующими и мотивированными в нашем святом стремлении, это духовный рост. Наш духовный рост в Иисусе Христе, возрастание, чтобы стать более похожими на Него, придает силу нашему сердцу, наполняет Его и дает нам силу повиноваться Его заповедям. Духовный рост, он начинается в Иисусе Христе. У нас с тобой есть два варианта прожить нашу жизнь, с Иисусом Христом или без Него. Это четкая ситуация, или черная, или белая, одно или другое. Библия говорит, и вот свидетельство, что Бог дал нам жизнь вечную, и это жизнь в Его Сыне. Имеющий Сына имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни, первое письмо Иоанна 5 стихи 11 и 12. Как говорит нам это Писание, без Иисуса Христа нет жизни. В таком ужасном состоянии я прожил 28 лет. Я выросла в прекрасном доме, с любящими родителями, которые верно водили меня в церковь и раскрывали мне Божью истину как там, так и дома. Но в моем духовном понимании отсутствовало несколько фундаментальных моментов. Одной из таких частей было правильное знание того, кем был Иисус Христос. Я любил Его и верил, что Он Сын Божий, но мне никогда не приходило в голову, что тот факт, что Он был Сыном Божьим, означает, что Он был Богом. Только когда я, наконец, прочитал книгу, полную ясных библейских учений, я смог вырасти и понять, что Иисус Христос был Богом во плоти, который жил на земле и умер на кресте, чтобы спасти таких грешников, как я, и дать нам вечную жизнь. Второй недостающей частью было библейское понимание греха. Меня до сих пор поражает, когда я думаю о тех годах, когда я действительно любил Бога. Он любил Иисуса, любил Библию, верил в Святого Духа и чудеса в Библии и даже молился. Он был хорошим человеком, не воровал и не убивал, и думал, что это все, что имело значение. Я не знал о своих личных грехах, римлянам 3 стих 23. А так как я не грешил, то логика подсказывала мне, что мне не нужен Спаситель. Я уже рассказывала вам в другой главе кое-что о своей жизни много лет назад, о том, как мы с Джимом начали наш брак без Бога, что я шла по пути, который отдалил меня, моего мужа и моих дочерей. Однажды, стоя посреди кухни, с маленькой Кэтрин, цыпляющейся за одну ногу, и Кортни, самый младший, за другую, я поднял кулаки к небу и закричал, «Жизнь должна быть чем-то». Более того, услышав этот крик отчаяния, Бог стал приближать меня к Себе и к полному познанию Своей Личности, Своего Сына и моего греха. Когда Он закончил со мной, я наконец понял, что мне нужен Спаситель. И что я нашел в Иисусе, моему Спасителю. Новое начало. Когда мы с вами приходим к познанию Иисуса Христа как нашего Спасителя, нам дается новый старт. Прощение прошлого, мудрость продолжать жизнь, и силу поступать правильно. Апостол Павел объясняет это так, и так, кто во Христе, тот новая тварь, старые вещи прошли, вот, все обновились. Вторые письмо, Коринфянам 5, стих 17. Божья любовь и принятие. Всякий раз, когда я подавлен, обескуражен, сомневаюсь, разбит горем, побежден или сбит с толку, кто-то однажды сказал мне, что все эти слова, начинающиеся на букву Д, исходят от дьявола. Я останавливаюсь и вспоминаю, что бы ни случилось, неважно, как теперь выглядит жизнь, как я себя чувствую, меня принимает любимый, и все остальное не имеет значения. Воистину, Бог принял нас в возлюбленном. Ефесянам 1, стих 6, курсив автора. Сила Божья в Святом Духе. Можете ли вы представить, каково это, если бы сила Божья действовала в вашей жизни? Когда Христос является нашим Спасителем, именно это и происходит, Бог дает нам силу своим Святым Духом делать добро, изменять нашу жизнь, делать ее полезной, помогать другим и служить Христу. Иисус сказал, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, деяние апостолов 1, стих 8, курсив автора. Всей достаточность Бога, с какой бы проблемой, препятствием, борьбой или страданием вы не столкнулись, Бог обещает, довольно для вас благодати моей, 2 Коринфянам 12, стих 9. Духовный рост, поиск знаний. Помимо того, что Иисус является нашим Спасителем, Иисус является для нас образцом того, как жить жизнью, угодной Богу. Когда мы смотрим на Его жизнь, мы видим, что Иисус преуспевал в премудрости, Луки 2, стих 52. Пословица «Постоянный вызов мне» отражает важность такого роста. Понимающие сердце ищут мудрости, а уста глупых питаются чепухой, притчи 15 часов 14 минут. Иными словами, умный человек ищет знания целенаправленно, а дураки ищут наобум, откусывают слова и идеи, не имеющие ни ценности, ни вкуса, ни пищи. Чем мы питаем свой разум? Обращаем ли мы внимание на это библейское предупреждение, в котором говорится об опасности того, что «мусор, который входит, является мусором, который выходит»? Давайте сознательно искать знания, и будем осторожны, чтобы не тратить драгоценное время на то, что не имеет ценности. Один из способов, которым я охраняю свой разум, следовать совету особой женщины, этот совет был полезен для обучения, книг, учебных материалов и служения. Он сказал, «Лис, у тебя должно быть пять больших файлов. Я создал пять толстых файлов. Наверняка вы так же озадачены, как и я, когда я услышал, как вы произносите эти слова, так что позвольте мне объяснить. Но прежде чем вы это сделаете, сделайте первый шаг и купите пять манильских папок. Стремитесь к совершенству. Выберите пять областей своей жизни, в которых вы хотели бы стать экспертом, и озаглавьте каждую папку. Позвольте дать вам совет, выбирайте области духовного мира. Помните пословицу. Вы не хотите питаться вещами, которые не имеют ценности. Вместо этого выбирайте темы, имеющие истинную ценность. Чтобы помочь вам определить эти пять областей, ответьте на следующие вопросы, как бы вы хотели, чтобы люди знали о вас. И, с какими темами вы бы хотели, чтобы ваше имя было связано? Например, у меня есть друг, чье имя связано с этим предложением. Всякий раз, когда нам нужен кто-то в церкви, чтобы научить молитве, провести день молитвы за наших женщин или открыть собрание поклонением и молитвой, все автоматически думают о ней. Более 20 лет он изучал то, что Библия учит о молитве, внимательно наблюдал за молящимися мужчинами и женщинами Библии, читал о молитве и молился. Короче говоря, молитва – одна из его специальностей, одна из пяти его больших папок. Другая подруга известна своим знаниям Библии. Всякий раз, когда женщинам в церкви нужно, чтобы кто-то исследовал определенную библейскую тему или сделал обзор пророков, мы звоним Бетти. Другой друг служит церковным группам по вопросам тайм-менеджмента. Эти три женщины стали экспертами. На протяжении многих лет я составлял список толстых файлов, которые готовят мои ученики, основываясь на этом совете, который я им передал. Позвольте мне поделиться некоторыми из них с вами, поскольку они могут дать вам некоторое представление. Они варьируются от практических, гостеприимства, здоровья, воспитания детей, уход за домом, методы изучения Библии, до богословских, атрибуты Бога, вера, плод Духа. Они включают полезные сферы для служения, консультирования, обучения, служения, женское служение, а также сферы характера, молитвенная жизнь, герои веры, любовь, добродетели святости. Они вращаются вокруг образа жизни, холостяк, воспитания детей, организация, вдовство, дом пастора, и акцентировать внимание на личном, святость, самообладание, покорность, довольство. Разве вы не хотели бы посещать занятия, которые эти женщины могут вести через 10 лет, или читать книги, которые они могли бы написать? Ведь подготовка к служению заключается в таком личном и духовном росте. Он состоит в том, чтобы сначала наполнить себя, чтобы у вас было что отдать в служении. Заполните файлы. Теперь начните помещать информацию в свои файлы. Они растолстят от увещевания, читать об этом все, статьи, книги, специализированные журналы и газетные статьи, посещать семинары, преподавать по теме, инвестировать время с теми, кто является лучшим в этих областях. Консультироваться с ними, ищите и отточивайте свои знания. Но самое главное, читайте Библию, чтобы своими глазами увидеть, что Бог говорит о том, что вас интересует. В конце концов, ваши мысли, это исконное знание, которого вы жаждете. Я помещаю коды в свою Библию. Вы уже знаете, что розовый цвет выделяет фрагменты, представляющие интерес для женщин. И, возможно, вы не удивитесь, если я скажу вам, что один из моих пяти толстых файлов имеет такое название «Женщины». В дополнение к выделению этих отрывков розовым цветом, я поставил рядом с ними букву «М» на полях. Все, что в моей Библии связано с женщинами, женами, матерями, домохозяйками или библейскими женщинами, стоит рядом с буквой «М». Я сделал то же самое с «Е» для «Обучение», «Эд» для тайм-менеджмента и так далее. После того, как вы выберете свои области и организуете свои коды, я гарантирую, что вы будете настолько взволнованы и мотивированы, что проснетесь до того, как прозвенит ваш будильник, с желанием открыть Слово Божье с закладкой в руке и стремлением искать свою мудрость в отношении К областям, в которых вам нужна мудрость Продолжая искать знания о своих пяти духовных темах, помните, что вы стремитесь к личному росту, чтобы служить другим Я сам возобновил свою приверженность духовным вопросам, поскольку панихида по матери Джима заставила меня ясно видеть Как я уже говорил вам, Лоис была примером высказывания, которое гласит «Жизнь только одна, и скоро она закончится, что было сделано для Христа, только это и останется» Каждое утро Лоис наполняла свой разум Божьими вещами, а затем проводила остаток дня, позволяя этому наполнению наполнять других в служении Мы спасены, чтобы служить, второе письмо к Тимофею 1, стих 9, и служение требует, чтобы мы были наполнены вечными вещами, вещами, которыми стоит делиться Духовный рост, управление своим телом Возможно, вы ожидали, что эта тема останется незамеченной, но в Библии сказано, что то, как мы обращаемся со своим телом, влияет на наше служение и качество нашей жизни Апостол Павел сказал об этом так, но я бил свое тело И я отдаю его в рабство, чтобы самому, быв глашатаем для других, не подвергнуться уничтожению Первое послание, Коринфянам 9, стих 27 Целью с точки зрения физического является дисциплина, самообладание, что является даром Божьей благодати Галатам 5, стих 23 Его дух внутри нас дает нам силу сопротивляться искушению, контролировать свой аппетит, вместо того, чтобы позволять ему контролировать нас, и заставлять наше тело повиноваться Всякий раз, когда я спрашиваю женщину, которая наслаждается энергичной жизнью и служением, как она это делает, я немного съеживаюсь, когда она упоминает два ожидаемых слова, диета и упражнения Если цель состоит в том, чтобы жизнь была наполнена качественными днями, в служении Господу, забота о теле необходима Духовный рост, стать подобным Иисусу Иисус не только преуспевал в премудрости, разуме, и в возрасте, тело, но и возрастал в любви у Бога, Луки 2, стих 52 Будь как Иисус, как мы с вами можем расти в этом направлении Растите в знаниях Как мы уже видели, Иисус является нашим образцом Бог желает, чтобы мы шли по Его стопам и возрастали в познании Бога, Колоссянам 1, стих 10, а также в благодати и познании нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, второе письмо Петра 3, стих 18 Точно так же, как Павел молился о церкви в Филиппах, наша молитва о себе должна заключаться в том, чтобы, любовь наша возрастала и приумножилась в науке и во всяком познании, филиппийцам 1, стих 9 Мы должны что-то делать со всем этим знанием, мы должны быть исполнителями слова, а не просто слушателями, Иакова 1, стих 22 Имейте план, растущие знания очень похожи на приготовление ужина к столу У вас должен быть план Когда дело доходит до приготовления ужина, вы знаете, что должны делать определенные вещи в определенное время, если ваша семья собирается сесть за стол в 6 часов Точно так же, когда мы говорим, о возрастании в познании Бога, у вас должна быть определенная вещь, сидеть, в определенном месте, ваше место, с определенными вещами, ручка, бумага, план чтения, изучение руководства, все, что вам нужно, и в определенное время, ваше время Когда вы это сделаете, у вас будет вечеринка с Богом и Его Словом Сделай что-нибудь Итак, разработайте план и помните, что что-то лучше, чем ничего Главное что-то делать Для собственного ободрения и оценки записывайте время, проведенное с Богом Я помню, как однажды взял свой журнал и подумал, Господи, прошло всего несколько дней Потом я узнал, что на самом деле прошло две недели, как я, что-то, сделал Духовный рост, дар общения По мере того, как Иисус рос, Он также, становился в любви у людей, Луки 2 стих 52 Попробуйте эти три способа улучшить свои отношения с людьми Позаботьтесь о своем уме Это неизбежно Ваши действия должны раскрывать ваши отношения к людям Это послание дает, да, другую пословицу Каковы мысли Его в сердце Его Таков, и Он, притча 23, стих 7 Критические, негативные, оскорбительные и завистливые мысли не только противоречат Слову Божьему Филиппийцам 4, 8, но и приводят к действиям, которые вызывают недовольство, негативные, обидные и завистливые действия Поэтому приучите себя иметь любящие, позитивные и приятные мысли, когда дело касается других людей Следите за своим ртом Наши межличностные отношения будут лучше в той мере, в какой мы будем следовать поступам женщины из притчей 31, которая, отверзает уста свои с мудростью, и закон милосердия на языке ее, притчи 31, стих 26 Я уверен, что если бы ее мысли не были мудрыми или хорошими, ее рот был бы закрыт Следите за своими манерами Лучший способ угодить Богу и получить одобрение людей, служить всем Наша задача как служителей от имени Бога подразумевает, что мы оказываем честь и предпочтение друг другу Римлянам 12, стих 10 Если вы будете считать других более важными, чем вы сами, это даст вам разум и такое же чувство Христа, филиппийцам 2, стихи 4 и 5 Мы с вами должны переключить внимание с себя на других людей, мы должны ориентироваться на других Для этого, как бы обыденно это ни казалось, мы должны приучить себя, например, перестать говорить о себе и своих детях, а вместо этого спрашивать о другом человеке Нам также может понадобиться научиться хорошим манерам, потому что у любви есть хорошие манеры 1 Коринфянам 13, стих 5 Мне нравится то, что говорит Энн Артлунд Она пишет, в этом мире есть два типа личностей, и ты один из них Как только вы входите в комнату, люди могут сказать, в какой группе вы принадлежите Его отношение говорит, вот я, или, вот ты Миссис Артлунд иллюстрирует последнее, когда описывает, женщину с Гавайев, которая каждое воскресное утро рано Поднимите несколько цветочных леев, не для кого конкретно Затем, по пути в церковь, она молится, Господи, кому нужно сегодня утром мое ожерелье Есть новички, кто-нибудь отчаялся, направь меня к нужному человеку Находитесь ли вы в группе, вот вы здесь, и смотрите вокруг, чтобы увидеть, как вы можете ободрить кого-то Божьей любовью Он может сделать это вашим опытом до тех пор, пока это позволяет ему сделать вас женщиной по сердцу Ответ сердца Какая радость, как женщины-христианки, мы с вами исполнены всякого духовного благословения Ефесянам 1 стих 3 Мы наполнены благостью Божьей, Галатам 5, стихи 22 и 23, и Духом Божьим, Галатам 4, стих 6 У нас также есть дары для служения, первое письмо Коринфянам 12, стихи с 7 по 11, и Римлянам 12, стихи с 6 по 8 И теперь, когда мы были наполнены, Бог хочет, чтобы мы делились этими благословениями с другими Проявляли свою жизнь в сердцах других, раздавали его благословения, передавали их другим Вот почему, мой дорогой друг, мы с вами должны заботиться о нашем духовном росте Поскольку духовный рост основан на Иисусе Христе и усилен Его Духом, я должен спросить вас, является ли Иисус вашим Спасителем? Живет ли Он в вашем сердце? Ведь именно Его присутствие сделает ее женщиной по сердцу Нравится ли вам уверенность в вечной жизни? Бог обещал, что, принявшим Его, верующим во имя Его, Он дал право стать детьми Божьими, Иоанна 1, стих 12 И что, всякий верующий в Него не погиб, более имеет вечную жизнь, Иоанна 3, стих 16 Как члену Божьей семьи, вам также дан разум Христа, 1, коринфянам 2, стих 16 Наполняете ли вы намеренно свой разум знанием из Божьего Слова, знанием, которое вы также можете передать другим? А ваше тело принадлежит ли оно Богу, чтобы Он чинил, заботился и дисциплинировал для наилучшего использования и славы? Развиваете ли вы любовь к другим, думая, разговаривая и ведя себя с ними так, как вел бы себя Христос? Бог призывает вас сначала любить Его всем сердцем, душой, силой и разумением, Луки 10, стих 27 И позволит той богатой любви, которой вы наслаждаетесь в нем, и злиться на ваших ближних и жизнь других, Луки 10, стих 27 Вот почему так важно иметь сердце, укрепляемое духовным ростом в нем Глава 18, сердце, обогащенное радостью Господа Да исполнитесь вы всей полнотой Бога Ефесянам 3, стих 19 Однажды воскресным утром я остановился на кладбище, чтобы поговорить с дамой, которую давно знаю В течение 23 лет, которые я провел в церкви, Сильвия помогала таким женщинам, как я, расти в делах Господа и выполнять свои приоритеты Она была одной из тех верных женщин из Тита 2, стих 3 и благословением для многих Когда мы разговаривали в то утро, она казалась очень энергичной, освещенной, почти испуская искры, которые летали и переливались жизненной силой Все, что касалось Сильвии в тот день, было доказательством жизни, которую она прожила, полной жизненной силой Господа и с искренним желанием продолжать возрастать в нем Я до сих пор помню ее улыбку, широкую и светлую, и глаза, искрящейся внутренней энергией Не в силах сдержать свое волнение, он непреднамеренно посыпал свое сообщение жестами рук Почему она была так взволнована, что Дж, Сильвия очень хотела послушать особенного гостя, который собирался выступить на следующий день Он не мог ждать, и, судя по его приподнятому настроению, бьюсь об заклад, он не спал в ту ночь Слова сорвались с ее губ, когда она объяснила, что уже посетила семинар, который этот джентльмен провел в один уик-энд И что это были самые захватывающие выходные в ее жизни, самые волнующие, что она когда-либо делала Этот учитель привел Сильвию к новым глубинам в Слове Божьем, в понимании его путей и в его служении Пока она говорила, я понял, что нахожусь в присутствии женщины, которая возрастала как в познании, так и в любви к своему Господу Вот почему я был так счастлив и взволнован Я чувствовал себя благословленным его освежающим служением В моей церкви есть еще одна женщина, похожая на Сильвию, она читает Я никогда не вижу ее без книги поверх Библии, которую она носит Всякий раз, когда мы разговариваем, он спрашивает меня, Лис, ты читала эту книгу? Вы должны это прочитать Итак, мы начали замечательную беседу о том, насколько эта конкретная книга так важна для нас, христиан Я снова благословлен вашим освежающим служением Я надеюсь, вы можете почувствовать, насколько вдохновляют эти женщины и как они мотивируют меня в моем собственном духовном росте Эти две женщины по сердцу Бога живы и растут В их жизни и в их сердцах есть зараза, которая никогда не перестает бросать мне вызов и мотивировать Точно так же невозможно покинуть его присутствие Радость, которую они получили от своего роста в Господе, сияет И каждый, кто приближается к этим женщинам, получает часть полноты своей жизни Еще больше, чем мое желание, чтобы вы почувствовали, насколько вдохновляющими являются эти женщины Это желание, чтобы Бог поместил в вашу жизнь таких женщин, как они Но мое самое большое желание и моя самая большая молитва за твою жизнь и за себя тоже, чтобы ты сама была такой женщиной Когда Бог преображает вас в женщину по сердцу своему, вы никогда не будете лишены его радости или полного служения его царству В предыдущей главе мы начали планировать жизнь духовного роста, которая ведет к служению другим В конце концов, если ничего не входит, ничего не выходит Итак, если мы с вами хотим эффективно служить другим, мы должны сначала наполниться Что вы можете сделать, чтобы исполниться всей полнотой Божьей, чтобы Он мог использовать вас в служении Вот некоторые предложения Духовный рост помогает ученичество Идеальный план Бога для нас как его женщин, и еще один аспект его задачи для нас состоит в том, чтобы мы учили других женщин тому, хорошему, чему научились Обучали их, давали им все, чему Бог научил нас Титу 2 стихи 3 и 4 Слово «ученичество» может вызвать в памяти множество сценариев Обычно мы отождествляем «ученичество» с еженедельными собраниями, на которых один человек обучает другого в течение нескольких лет Это было бы замечательно, но для большинства людей это нереальность и даже невозможность Однако, если мы действительно хотим расти, мы можем выбрать некоторые из этих плодотворных вариантов Классы там для нас взять Церкви почти в каждом городе предлагают изучение Библии и уроки Библии Заочные классы также доступны Все, что вам и мне нужно сделать, это зарегистрироваться, сделать домашние задания, и пусть Бог созреет нас Книги по ученичеству предлагают еще один путь для роста Проповедь дружбы, научит вас, как развивать дружеские отношения, чтобы вы могли распространять Евангелие Ученичество Евангелизация, научит вас, как делиться Евангелием Учимся руководить, это программа для жен-студентов, семинарии мастеров, которая поможет вам развить способность служить женщинам Как и эта книга, другие мои книги «Возлюби Бога всем своим разумом» и «Божий сад благодати, возрастание в плодах духа» обе изданных «Havist House Publishing» содержат учебные пособия по медитации Личностный рост и ученичество Совет, который получают христиане, является еще одной действенной формой ученичества Если вы столкнулись с проблемой, поговорите с доверенным лицом Бога, и вы получите Божью точку зрения и необходимую вам молитвенную поддержку Даже если вы прямо сейчас не можете посещать какие-либо занятия или встречаться, чтобы стать учениками, вы всегда можете попросить совета Интервьюировать других христианок – один из моих любимых способов ученичества Когда Бог послал в мою церковь благочестивую пожилую женщину, я посмотрел на ее жизнь, и мне стало ясно, что она никогда не сможет посвятить мне серию сеансов ученичества Поэтому я составил список всех вопросов, которые хотел ей задать, и назначил с ней встречу Мы встретились только один раз, но эти два драгоценных часа, которые ты провел со мной, изменили мою жизнь Большая часть моей философии в служении, и многое из того, чему я учу, включая мои толстые пять папок, являются прямым результатом того благословенного интервью, в его присутствии, впитывающего его мудрость Наблюдение – еще один библейский способ роста Ведь, уши, чтобы слышать, и глаза, чтобы видеть Прекрасная пара, которую сотворил Господь, притчи 20 стих 12 Так что смотреть, смотреть, и смотреть обязательно Это прекрасный способ учиться На самом деле, учительница Библии Кэрол Мейхолль говорит, что один из способов научиться быть покорным, уважать и поддерживать своего мужа – это наблюдать за другими женщинами Например, когда дело доходит до восхищения своим мужем, составьте список того, как другие женщины выражают восхищение своими мужьями Наблюдайте, учитесь, записывайте то, что вы узнали, а затем попробуйте сделать это сами Чтение играет важную роль в духовном росте Конечно, главная книга для чтения – это Библия Там вы найдете прямое учение от Бога Но в дополнение к Слову Божьему прочитайте книги женщин, которых я упоминал в этой книге Элизабет Эллиот, Эдит Шеффер, Энн Артлунд, Кэрол Мейхилль Многие из этих авторов, и им подобные, опубликовали для нас свои программы ученичества, советы и наблюдения Когда мы читаем такие книги, мы становимся учениками Если вы не уверены, рассмотрите следующие мысли о ценности чтения Жена Билли Грэма сказала своим дочерям – продолжайте читать, и вы получите образование Не забудьте сосредоточить свое чтение на областях ваших больших пяти файлов Самое важное с точки зрения эффективности чтения можно выразить двумя словами – будьте избирательны Не читайте наугад, читайте только то, что связано с вашими жизненными целями Общей характеристикой эффективных людей является то, что они заядлые читатели Чтение – лучший способ приобрести знания, но, только 5% людей, живущих в Соединенных Штатах, купят или прочитают книгу в этом году Вы можете сказать, но у меня нет времени читать Как я мог выполнять все эти обязанности от Бога? Или, подождите минутку, книги стоят денег Если это относится к вам, было бы разумно серьезно взглянуть на то, как вы живете Легко думать, что у вас нет времени на чтение, но просто тасканье книги с собой повсюду заставит вас много читать Раньше я ставил таймер и читал всего 5 минут в день Этот метод также позволяет читать много книг Когда дело доходит до финансов, так же легко думать, что вы не можете покупать книги Однако у многих людей есть возможность взять книги из церковной библиотеки Теперь вы можете неосознанно иметь ресурсы для создания собственной библиотеки Знаете ли вы, что средняя семья тратит около 30 долларов в месяц на услуги кабельного телевидения? Как насчет того, чтобы потратить 30 долларов на возвышающие христианские книги, которые способствуют духовному росту? Кабельные передачи потеряют свою привлекательность рядом с животворящими книгами, обогащающими ваш духовный рост Духовный рост, с помощью конкретных целей Сейчас я наполовину готовлю субботний семинар по постановке и достижению целей Излишне говорить, что я в восторге от того, что могу говорить о чем-то, что помогает мне вести меня каждый день Я не могу представить день или всю жизнь без целей Для меня цели дают мне цель Каждый день я встаю, прицеливаюсь и стреляю дневной стрелой Она может немного трясеться и шатается, но она хотя бы летит и куда-то летит Стрела может не попасть в цель, приземлиться чуть раньше или даже совсем немного не попасть в цель Но, по крайней мере, она двигалась, я куда-то шел Точно так же, как цели помогают нам в повседневной жизни Они, безусловно, помогают нам, когда речь идет о нашем духовном росте Цели обеспечивают концентрацию Совершенно верно, что если вы ни на что не нацеливаетесь, вы наверняка всегда попадете в цель Поэтому, будучи мамой дошкольников, я к чему-то стремилась, читать книгу в год Он говорил мне, если бы я мог прочитать только одну книгу в этом году, чтобы это было Поэтому я выбрал книгу «Эдит Шеффер. Что такое семья?» Чтение этой книги, когда наши дочери были маленькими, помогло мне определить путь, по которому должна идти наша семья Я читал по крупицам, напоминая себе, что хоть что-то лучше, чем ничего Я поставил цель, и я достиг ее И та книга, которую я решил прочесть, попала прямо мне в сердце, в мою жизнь Цели дают возможность оценить в числовом выражении Постановка конкретных целей поможет вам двигаться в том направлении, в котором вы хотите двигаться Поэтому, когда дело доходит до постановки целей для себя, держитесь подальше от расплывчатости Цель, быть женщиной Божьей, или, ходить с Богом, трудно измерить Гораздо лучше быть конкретным Ответьте на вопрос, что делает женщина Божья И пусть ваш ответ даст вам конкретное, измеримое поведение, изучение Библии, время молитвы, и так далее Запишите шаги, которые вы действительно можете предпринять, чтобы добиться такого поведения Считаются маленькие шаги, и отмечайте их по мере достижения Цели дают стимул В конце недели, месяца, или года вы, возможно, когда-нибудь спрашивали себя Ух ты, что я сделал Куда ушло время Раньше я оплакивал конец каждого года, думая о том, что я мог бы показать, чтобы отразить течение времени Но когда я начал ставить перед собой конкретные, измеримые цели и отслеживать свой прогресс Я смог воочию увидеть достигнутый рост, я смог отпраздновать прогресс и поблагодарить Бога Духовный рост, это зависит от того, что вы выберете После того, как вы поставили перед собой определенные цели, вам постоянно нужно будет принимать правильные решения, если вы хотите их достичь То, что вы выбираете, должно основываться на приоритетах Чтобы достичь целей, которые вы поставили для своего духовного роста, вам придется выбирать между работой над библейским курсом, посещением уроков теологии, чтением книги, встречей с пожилой женщиной для ученичества Или выходишь на обед, снова, делаешь покупки в торговом центре, больше смотришь телевизор, посещаешь другие церковные собрания или занимаешься рукоделием Способность наполнить себя духовными вещами, чтобы ваша жизнь стала рекой освежения для многих, требует принятия многих трудных решений Выбирайте исходя из ваших целей Как только вы решили инвестировать время в свой духовный рост, вам нужно будет выбрать, какой проект, и ваши пять толстых файлов могут вам помочь Вы также захотите рассмотреть свои духовные дары Эти два руководства помогут вам сосредоточиться, чтобы сделать лучший выбор Духовный рост, это требует времени Бог почтит время, которое мы посвящаем тому, чтобы больше узнать о нем, время, которое мы находим, искупаем, сохраняем, позволяем и планируем для нашего духовного роста На данный момент образ из Писания очень ободряет меня, образ, который мне очень нравится Пророк Исаия писал, а надеющиеся на Господа поднимут, как орлы, глава 40 стих 31 Время, которое мы проводим наедине с нашей Библией и нашим списком молитв, тайная жизнь, которую мы проводим с нашим Небесным Отцом, это время, которое мы проводим в ожидании Господа Затем, в конце времен, в точное время, назначенное Богом, произойдет восхищение, полет, подобный орлу Мы сможем летать высоко, потому что мы были с Господом, о чем свидетельствует жизнь многих библейских героев Моисей был приемным сыном дочери фараона, и, как таковой, в течение 40 лет пользовался всеми известными привилегиями Но затем Бог взял его в пустыню, чтобы он был пастухом, никем, в течение следующих 40 лет его жизни, исход 3 стих 1 После тех 40 лет, в течение которых Бог готовил его, Моисей внезапно вышел на сцену со знамениями, чудесами, чудесами и верным служением Богу, исход 3 стих 14 Патифар был начальником стражи фараона, а Иосиф 10 лет служил управляющим в доме Патифара, Бытие 39 Но однажды Хосе оказался в тюрьме, он стал никем, кем-то забытым с течением дней и месяцев Затем, через 2 или 3 года, когда Бог использовал обучение лидерству, Иосиф неожиданно вышел на сцену, помог спасти свой народ и стал вторым человеком во власти над всем известным миром, Бытие 41 Иоанн Креститель был еще одним никем от Бога 30 лет он жил в пустыне, одеваясь в шкуры животных и питаясь акридами и диким медом, Матфея 3 стих 4 и Луки 1 стих 80 После этих 30 лет подготовки Иоанн внезапно ворвался на сцену, проповедуя так, как никто другой никогда не проповедовал, проповедуя с такой силой, что те, кто слышал его, думали, что он Мессия Луки 3 стих 15 Служение Иоанна длилось не больше года, но требовало долгой духовной подготовки Павел, с другой стороны, был ужасным человеком, преследовавшим христиан Но затем однажды он резко изменился, из ненавистника христиан стал сам христианином, и на три молчаливых года он исчез в Аравийской пустыне, Галатам 1 стихи 17 и 18 После тех трех лет, когда Бог готовил его к чудесному и далеко идущему служению, Павел внезапно ворвался на сцену, проповедуя, уча и совершая знамения и чудеса И тогда у нас есть Иисус Как Бог во плоти, Он никогда не был никем Но у Него также было время быть неизвестным, быть вдали от толпы, вовлеченным в обычные дела этого мира Согласно Божьему плану, в детстве Иисус провел время в Галилее со своей семьей В качестве плотника Он провел время в мастерской, а затем провел сорок дней в молитве и посте в пустыне, Марк 4 стихи 1-11 Закрывающая круглая скобка точка Затем однажды Иисус внезапно появился на сцене, явив силу и славу Божью в действии Но после 30 лет подготовки Его земное служение продлилось всего 3 коротких года Взгляд Бога на время отличается от нашего, и мы можем сомневаться в том, как Он использует время У нас может возникнуть искушение думать, что это тихое время, когда нас никто не видит, которое мы проводим с Ним, не считается, что оно не имеет значения и никого не волнует Ведь этого никто не видит Нет славы, нет шума, никто не обращает внимания на те недели, месяцы и годы, в которые ждут Бога Никто не видит, как мы читаем и изучаем Слово Божье, что дает нам силу Рядом нет никого, кто мог бы наблюдать, как мы запоминаем и размышляем над Божьими истинами, изменяющими жизнь Только Бог видит нас на коленях, посвящающих Себя мучительному делу молитвы, работе, которую Он использует, чтобы подготовить нас к служению Но тогда, подобно героям Библии и самому нашему Спасителю, мы готовы Когда придет время, когда представится возможность для служения, мы тоже поднимемся на крыльях, как орлы, готовые выполнять Божью работу У нас будет привилегия жить согласно поговорке, что успех приходит, когда подготовка встречается с возможностью Бог несет ответственность за предоставление нам возможностей в свое время, на своем месте и своим путем, но мы несем ответственность за сотрудничество с его усилиями по подготовке самих себя И эта подготовка происходит, когда мы проводим время наедине с нашим Господом Хорошие вещи случаются из-за того времени В самом деле, недаром одиночество называют «школой гения» Верно также и то, что большая часть мирового прогресса пришла из одиночества Так что наведите порядок в своем расписании Выделите немного времени, чтобы представить себя Богу, чтобы Он мог достичь в вас духовного роста Пригласите себя на частное уединение и ждите Господа Пусть Бог приготовит вас, чтобы вы могли парить на крыльях, как орел, чтобы вы могли внезапно ворваться на сцену с жизненно важным служением своему народу Духовный рост, служение как результат Важность вашего духовного роста, что является наиболее важным пунктом этого раздела, выражена во фразе «Вы не можете дать то, чего у вас нет» Участие в служении требует от вас полного стакана, как покажет вам моя подруга Клара И знаешь, ты очень похожа на Клару Как женщина по сердцу Божьему, вы, несомненно, захотите познать Бога и Его Слово Вы хотите принимать решения, которые Он хотел бы, чтобы вы приняли Вы также хотите, чтобы сила и печать Божья ясно присутствовали в вашей жизни Его сердце бьется с Божьим, заботясь о других людях И вы хотите провести свою жизнь, пытаясь осуществить Божий замысел для вас Значит, именно этого и хотела Клара Приступайте к наполнению Будучи матерью двоих маленьких детей дома, Клара хотела быть полной Поэтому он стал уповать на Господа Она настроила свои толстые пять файлов И стала читать, читать, читать на тему одного из своих файлов Духовного развития детей Вскоре старший сын Клары стал ходить в детский сад по три часа в день В конце года, когда учительница готовила «выпускные» упражнения Она попросила Клару передать послание о передаче детям духовных истин С таким приглашением на сцену неожиданно вышла подготовленная Клара И на ее первое выступление собралась сотня человек У Клары было что-то, что она могла дать Поскольку она верно ждала Господа И поставила себя в такое положение Когда он мог наполнить ее и помочь ей расти Куда бы он ни пошел Его губы и его жизнь говорили о полноте Которую он обретал наедине Она была так обогащена и взволнована тем, что узнала, что это исходило из ее сердца Поскольку источники его сердца были наполнены из скрытого источника У него были эмоции, которые освежили других И в результате у него было естественное служение Духовный рост, переживание радости Господа Подумайте о реальной женщине, которой вы восхищаетесь А затем опишите ее так, как я описал Сильвию в начале этой главы Женщина, которой вы восхищаетесь, скорее всего, вдохновляет Бросает вам вызов, полна радости и энергии Она растет и свежа, живая и оптимистичная Учится и готова поделиться тем, что она изучает Это мотивирует вас, и вам нравится быть в его присутствии Ей нечего бояться, она никогда не слышит ее вздохов И не видит признаков того, что ей скучно Для нее жизнь никогда не бывает серой Такая женщина, и я надеюсь, вы знаете хотя бы одну Скорее всего, будет вовлечена в духовный рост И посвятит себя этому Она провела время с Богом и была наполнена им Поэтому, когда она находится на публике Она может только поделиться своей любовью к Иисусу Радостью познания Его и хождения с Ним Он наполнил ее сердце до краев Помогая ей предлагать освежающие служения другим Когда вы наблюдаете, как эти женщины Из Придж 31 используют резервы Созданные во время их подготовки с Богом И когда вы слышите их энтузиазм В отношении жизни и Господа, вы должны признать, что находитесь в присутствии женщины, которая действительно знает радость от него Вот откуда истинная радость Время наедине с Господом, где он обогащает ее и готовит к служению Ответ сердца Поистине считайте себя благословенным, если вы встретите одну из этих радостных и богатых женщин, которые откликнулись на Божий призыв в своей жизни Вы будете еще более благословлены, если примете приглашение сделать то же самое Поэтому найдите минутку и ждите Господа Размышляя над этими вопросами Как я трачу время и энергию, данные мне Богом Трачу ли я их на решения, которые не имеют небесной ценности Или я принимаю хорошие, лучшие и даже оптимальные решения Признаю ли я ценность и необходимость тратить время на подготовку Есть ли у меня вообще цель позволить Богу подготовить меня к служению Или я позволяю времени и жизни ускользать, не используя их с пользой, не вкладываясь в вечность Бог выполнил свою часть, Он спас ее Второе письмо к Тимофею 1, стих 9 Он дал ей вечную жизнь Первое письмо от Иоанна 5, стих 11 Он благословил ее всяким духовным благословением Ефесянам 1, стих 3 Дал ему таланты для служения Первое письмо к Олимпинам 12, стих 11 И приготовил ему место на небе Иоанн 14, стих 2 Теперь он призывает ее выполнить свою часть работы Принять его видение Выделить время Сделать целью возрастания в нем Использовать время и энергию Чтобы он мог подготовить ее к служению И верить, что он предоставит ей возможности для служения И обогате свой народ от изобилия его собственной жизни Жизни, полной радости и богатства От имени многоязычной христианской команды Дорогая женщина-слушатель Приветствую вас и рад, что вам нравится этот созданный И предназначенный для вас канал Где вы можете слушать лучшие адаптации христианских книг На вашем языке Книги, вдохновленные Словом Божьим И написанные известными христианскими авторами Мы призываем вас присоединиться к нам И насладиться этой новой серией Аудиокниг под названием «Женщина по сердцу Бога», написанный Элизабет Джордж Женщина-автор этого и других известных названий Элизабет Джордж, американский писатель и оратор-христианин Из Сиэтла, штат Вашингтон Она является автором более 80 книг и подарочных книг Предназначенных в первую очередь для взрослых женщин А также для молодых людей, подростков и детей Мир и искренняя радость приходят Когда женщины следуют за Богом во всех сферах своей жизни И следуют его сердцу Женщина-автор делится своей точкой зрения о том Как следовать Божьим приоритетам в отношении вашего мужа Ваших детей, вашего дома, вашего ежедневного хождения и вашего служения Мы приглашаем вас следовать за нами на следующей неделе С предпоследними главами этой серии под названием Женщина по сердцу Бога И если вам понравилось это видео и канал Мы призываем вас поддержать нас в развитии Ставя лайки и подписываясь Чтобы мы могли продолжать работать над тем Чтобы предоставлять вам лучший контент До следующей недели Да благословит вас Господь Бог Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова